Всем привет, и это моя 125-я попытка записать приветствие, потому что я сегодня напился тормозной жидкостью и никак не могу прийти в себя. Я для вас, как всегда, подготовил новый интересный выпуск, хотя это было очень не так легко, хочу вам сказать, потому как чувствуется лето. Не потому что на улице жара, а потому что сезон отпусков, и многие звезды ушли в затишье, в отдых. Но, тем не менее, я для вас подготовил кое-что, поэтому, ребят, смотрим от начала до конца. Я напоминаю, если вдруг тайм-коды не отображаются на видео, они всегда есть в описании, раскрываем, смотрим, получаем удовольствие. Ну и, конечно же, всем вам желаю хорошего самочувствия, приятного просмотра, врываемся в новости, погнали по новостям. А начну я сегодня с Сергея Соседова. Он снова на связи, но не поверите, не Пугачевой в этот раз доставаться будет. Значит, во-первых, он похвалил, ну не то чтобы похвалил, он так аккуратно высказался по поводу приезда Валерия Леонтьева, говорит, ну а что здесь такого, он же гражданин страны, он же ничего против не говорил. И потом он сказал, что он ушел со сцены, но корпоративы это совсем другое, поэтому все нормально. Ну, в общем, не нападал на него, уже, как говорится, хорошо, хотя это странно. Но вот он недавно сделал серьезное заявление, что в настоящее время на сцене в российском шоу-бизнесе отсутствуют достойные исполнители народных песен. Сейчас где-то Бабкина и Кадышева уже достают куклу Вуду и начинают готовить иголки. Говорит, что еще лет 30 назад на эстраде были очень достаточно яркие, самобытные исполнители жанра народного, а сейчас все изменилось, сплошные жалкие подделки на народное творчество. Ну, мне кажется, Бабкина ему точно что-то сделает, цитирую Соседова. Раньше народная песня была популярнее, в советское время было больше исполнителей народных песен, чем сейчас. Время изменилось, все интересы размылись, а сейчас все это жалкая пародия на народное исполнение. Так, у меня только один вопрос, как будет с ним конкретно расправляться Бабкина, мне прям вот интересно, что она с ним сделает. Но Валерия Леонтьева не трогал. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Неожиданная новость. Значит, ультиматум Леди Гаги заставил крупнейшую юридическую фирму в Америке разорвать контракт с рэпером Педиди. Но вы все знаете, какая сейчас ситуация вокруг него происходит. Сейчас идут там разбирательства, пока он еще на воле. И, в общем, оказывается, вот эта компания, в которой обслуживается Леди Гага, там же обслуживается и Педиди. Когда она об этом узнала, она была в шоке. Адвокаты компании защищают Педиди. Вы знаете, в чем его обвиняют. Там кошмар и ужас по списку даже это озвучивать страшно. В общем, грязь сплошная. Когда Гага об этом узнает, она сразу же быстренько сказала, или я, или он не буду с вами работать. Потому что Леди Гага, во-первых, сама когда-то в начале карьеры подвергалась вот этим всем делам проникновенным, да, домогательством и так далее. Поэтому для нее это больная тема. Ну и, в общем, организация, недолго думая, расторгла договор с Педиди. Сказали так. Леди Гага слишком значима и станет большой потерей для фирмы. Другие клиенты пойдут по тому же пути, потому что артистка имеет огромное влияние. Поэтому юристы быстренько открестились от Педиди. Молодец, Леди Гага. Уважаю. Бывший участник группы «Ласковый май» Сергей Серков рассказал, что получал неоднократно угрозы от Андрея Разина. Что меня, в принципе, вообще не удивляет. Серков был в группе дважды. Первый раз с 88-го по 90-е годы, потом с 2007-го по 2019-е. Спустя несколько лет Разин на него опять тоже там напал. В общем, угрожал ему и всё такое прочее. Пытался отменить его как музыканта и так далее. Звонил организаторам мероприятия, просил снять его с концертов. В общем, вставлял ему палки в колёса. Ну, в принципе, кто такой Андрей Разин? Мы, в принципе, с вами примерно понимаем, что это за человек, что у него в голове. Он постоянно со всеми судится, он постоянно всем угрожает. Он постоянно что-то, знаете, вечно против, жадный, алчный такой для денег, который просто настолько сценичный. И мне кажется, уже сейчас он, наверное, ещё и крышей поехал. Вот мне кажется, это такое наказание для него, что он совсем уже тронулся окончательно. Но это чисто мои предположения, опять-таки. Я не врач, а так чисто как наблюдатель. Вот смотрю за ним, за его высказываниями, за его поведением, как он всё ведёт. У меня сложилось такое впечатление, что он действительно нездоров, не просто ментально. А там прям серьёзная баба в голове. Всемирно известный диджей Дэвид Гетто просто в шоке. Знаете почему? Потому что его не позвали на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Дело в том, что он француз, если кто-то вдруг не знал. Цитирую его. Я в числе 15 самых прослушиваемых артистов в мире. Чтобы вы понимали, даже Бейонса где-то на 40-м месте. Я француз и очень люблю свою страну, но мне почему-то не позвонили. Вот такие вот дела. Короче, он в шоке и не понимает, как так вышло. Но в комментариях под этим постом многие шутят, что ты просто белый цисгендерный мужчина, ещё и натурал, поэтому, собственно, тебя и не позвали. Нынешние традиции этого, как говорится, не особо желают. На церемонии открытия Олимпиады выступит певица малейского происхождения Ая Накамура, против чего высказывались многие французы. Девушка в своих песнях смешивает французские тексты с арабскими и африканскими диалектами. По мнению критикующих выбор звезды, открытие игр, эта музыка не символизируется никак с Францией. Ну и в общем, многие её там критикуют и так далее. Ну и началась опять там какая-то волна хейта, а вот Дэвид Гетто очень обижен, что его не позвали. Но, если честно, я тоже в шоке, как это так. Если он ваш, французский, известный диджей, в смысле, вы гоните там совсем, что ли? Мне прям больше нечего сказать. Обидели. А вот эта новость, если честно, конечно, меня немного удивила. 17-летняя британка узнала о своей беременности в день рода. Ребята, как такое вообще может быть? А оказывается, может быть. И, как пишет западная пресса, у неё была скрытая беременность, при которой не видно живота, а все вот эти дела, которые у вас там каждый месяц, они не прекращаются. В один момент она проснулась со странным ощущением. Она поехала в больницу, где ей сказали, что она находится на девятом месяце и нужно делать кесарево. Мальчик родился здоровым, правда, помочь в уходе за ребёнком было совсем некому. Ей пришлось собирать деньги в интернете. Сейчас ей 25, и она решила рассказать свою историю в ТикТоке. Говорит, я была так напугана, я была ребёнком, и одна только мысль об этом приводила меня в ужас. Меня в ужас приводит. Неужели действительно такое бывает, ребята? Кто у нас с медицинским образованием? Расскажите, пожалуйста, неужели это реальная правда или это какой-то фантазия? Потому что об этом сейчас вот все пишут. Я уже, в принципе, ничему не удивлюсь в нашей жизни, но как-то вот, не знаю, мне казалось, такого не может быть. Рами Малик и Эмма Корин, которые около года уже как встречаются, оказывается уже помолвлены. Их тут недавно на днях заметили во время велопрогулки по Лондону, и на безымянном пальце Эммы было колечко. Они даже переехали в особняк стоимостью 6 миллионов долларов. Папарацци всё уже подсчитали. Всё это в северном Лондоне. Я так понимаю, что скоро будет свадьба. Впервые об их романе говорили летом прошлого года, когда они появились вместе на концерте Брюса Спрингстен. В августе уже не скрывались свои чувства и были замечены на свидании. Малик 5 лет состоял в отношениях до этого с коллегой по фильму «Богемская рапсодия» Люси Бойнтон. «Богемская рапсодия», собственно, и принесла ему такую прям всемирно известную популярность. Он получил «Оскар», потому что он невероятно прекрасно отыграл эту роль. Хотя этот фильм не смотрел, но многие, кто смотрели, они были в восторге и сказали, что он действительно крутой. Кстати, если вы вдруг не смотрели «Богемскую рапсодию», посмотрите. Это про Фредди Меркури, группа Queen. Немного исследования. Продукты высокой обработки увеличивают риск инсульта и сердечных заболеваний. Вот такое вот полезное исследование. Значит, потребление продуктов с высокой степенью обработки потенциально вредно для нашего мозга. В исследовании ученых, где ученые изучали более 10 тысяч человек в течение 10 лет, они узнали, что диета с содержанием продуктов с высокой степенью переработки может повысить риск инсульта. А вот диета, которая богата необработанными или минимально обработанными продуктами, может, наоборот, помочь снизить эти риски. Итак, опасные продукты с высокой степенью обработки. Внимание, как вы думаете, что у нас на первом месте? Шоколад. Потом мороженое, сладкие напитки, сладкая выпечка, чипсы, переработанное мясо, колбасы, курятина, замороженный картофель фри, консервированные супы, хот-доги. Я сейчас с шоколадом немного не понял. Со всем остальным, окей, я согласен, хорошо. Но черный шоколад же, алло, он же там вроде как пользу приносит, а оказывается, его нельзя есть. Вы как-то там решите между собой, так есть его или не есть. Запутали меня. Также еще есть негативное воздействие рыбьего жира. Исследователи обнаружили, что регулярное потребление рыбьего жира здоровыми людьми может увеличить риск развития первого инсульта или инфаркта. Прием таких добавок, когда вы здоровы, может привести к дисбалансу жирных кислот, тем самым непреднамеренно увеличивая риск сердечных заболеваний. Рыбий жир приносит пользу только тем, у кого есть сердечные заболевания. Регулярное употребление этой добавки снижало риск сердечной недостаточности на 9%. Так что, ребята, любые добавки нельзя тоже бесконечно есть. Ну и, конечно, еще есть такая вот интересная у них новость по поводу ананаса. Польза ананаса, который, наверное, не только я и вы не знали. Значит, медики установили, что ананас полезен для сердца, мозга и иммунной системы. При регулярном употреблении он помогает замедлить процесс старения кожи. Источник витамина С апельсин увлажняет кожу и сохраняет ее молодой упругой. Еще один полезный продукт для кожи – арбуз. Он состоит более чем на 90% из влаги и справится с задачей увлажнения кожи. Арбуз также защищает кожу от ультрафиолета и продлевает молодость. Еще один источник – коллаген, отвечающий за молодость и свежесть кожи – гранат. Благодаря гранату кожа сохраняет свою эластичность. Да, главное, чтобы только еще арбуз там, вот эти вот нитраты в нем не были, а так, в принципе, я согласен. Ну, надеюсь, вам было полезно и интересно. А мы двигаемся дальше. Моя любимка Ирина Сапунара тут недавно давала комментарий, точнее интервью, в котором она была в шоке из-за отключения света. Ну, я думаю, вы все знаете, что у нас здесь происходит. Ну, и во всем, все вот эти новости, которые там постоянно муссируются, что вот зима будет ужасной, там, заподумайте, как вы будете выживать и так далее. Ну, все то, что вы сами так знаете, на нее это все негативно влияет, она уже прям вся потеряна, она не понимает, зачем, для чего. Так нагнетать и так невесело, и свет без конца отключают. Я прям такой думаю, как изменилась у нее риторика, а ведь еще совсем недавно, находясь в Лондоне, говорила, чтобы все украинцы от Татай молчали и прекратили ныть. Все нормально, если вы не служите, значит, не смейте ничего говорить. А тут вдруг что-то изменилось. Я не знаю, как это понять, с чем это связано, но, в общем, Ирина Сапунару против того, что отключают свет. В общем, также она очень хотела бы знать правду, к чему это все идет, почему все это происходит. Она сильная, если что, она справится, так она сказала в своем интервью. Ну, в общем, вот так вот. Анастасия Приходько вышла на связь. Сейчас, наверное, многие подумали, кому будет доставаться, ребят, а никому не поверите. Анастасия Приходько сегодня никого не разносить не будет, наоборот, хвалить будет. Хвалить, да, вам не послышалось. Как вы думаете, кому досталась похвала от Анастасии Приходько? Клавдия Петривни. Та самая загадочная певица, которую никто не видит, а только слышит. Она закрывает свое лицо и прячет. Ну, у нее скоро будет аж целых два палаца спорта в Киеве. А для начинающей артистки это что-то невероятное, ребята, потому что палац спорта там до 10 тысяч человек собирает на минуточку. А у нее два подряд, то есть это же, я не уверен, что Тина Карль соберет хотя бы один, вот кроме шуток. Это сейчас без сарказма и без ничего. Вот я вам серьезно и адекватно говорю. Палац спорта в Украине мало кто из артистов может собрать. И вот Клавдии Петривни это удалось. Так быстро билеты продали, что даже будет второй. И по этому поводу Настя Приходько вышла поздравить ее, пожелать ее успехов и сказала, что она молодец. А всем остальным артистам, которые уже давно в шоу-бизнесе и недавно, которых еще нет такого успеха, чтобы свою жабу придушили и наоборот порадовались за свою коллегу, молодую начинающую звезду, у которой так все замечательно стартануло. Ну что ж, я только могу присоединиться к пожеланиям от Анастасии Приходько, как она рада за Клавдию Петривну. Так что пожелаем удачи Клавдии Петривне, чтобы ее успех ни в коем случае так же быстро не заканчивался, чтобы она и дальше продолжала только больше и больше зала собирать. Потом, глядишь, и Олимпийский соберет. Помните, я вам недавно говорил про мультик «Головоломка». Кстати, многие написали, что вообще не понравилось, но бывает, какое-нибудь что страшного. Просто мне этот мультик очень понравился, он с таким смыслом на самом деле, поэтому... И, кстати, ребята, он недавно вышел в прокат, и вы не поверите, 14 июня стартовал прокат этого мультика второй части. Уже за миллиард, представляете? Вот он, пока что он обогнал абсолютно всех. Это рекорд на сегодняшний день. За 25 дней, или сколько? Не, даже меньше. С 14 июня в прокате «Головоломка» и уже циферка за миллиард. Так что, мне кажется, он переплюнет даже Барби. Ту самую легендарную Барби. Но это все было в прошлом году. А прямо сейчас я хочу сделать небольшую паузу, для того, чтобы напомнить вам. Поставьте, пожалуйста, сердечко, лайк, подубайку. Это все одно и то же. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте комментировать. И помните, да, что чем больше комментариев, тем лучше. Но только помните главное. Так хочет YouTube, это его правила. Я их не устанавливаю. Один комментарий, не меньше смыслов. Вот такие вот хотелки у YouTube. Ничего не могу с этим поделать. Поэтому, ребята, пожалуйста, поддерживайте. И вот прямо сейчас сижу вам рассказываю. Мне пришло уведомление, что через 5 минут отключают свет. Какие вот, мало лица, видите, предупреждают. За 5 минут, чтобы я, не дай бог, там в лифт не побежал. Это, кстати, удобно, ребята. Но я все равно буду записывать выпуска дальше. Поэтому, как вы видите, работаем в таких не очень, скажем, открыто, прям удобных условиях. Но, тем не менее, не жалуемся. Ну и, конечно же, еще хочу всем напомнить, что спонсорская подписка будет очень-очень большим плюсом. И я благодарен каждому из вас, кто уже это сделал, кто еще это сделает. И вот я недавно проверил, посмотрел, что у меня добавилось. Два новых человечка. Иванка Иванова и Гермина. Два человека, которые оформили буквально недавно спонсорскую подписку на мой канал. И я хочу вам сказать огромное спасибо. Дякую вам, девушки, за то, что поддерживаете меня. Потому что я немного расстроился, честно скажу. У меня сначала такой, знаете, пошел прирост. А потом одним махом минус 17 человек отписались. Я такой, блин, куда вы все ушли? Почему только подписались и сразу ушли? Ну, я понимаю, обстоятельства бывают разные, так что все нормально. Иванка Иванова и Гермина. Два человека, два новых спонсора на моем канале. Я вам очень-очень благодарен за вашу поддержку и за ваше добро. Напоминаю, что любой желающий может также присоединиться при желании и возможности. И только так. Всем спасибо, лайк поставили. И не забывайте, что ваша помощь тоже есть. В том, что вы смотрите выпуск от начала до конца. В том, что вы ставите комментарии. В том, что вы ставите лайки. Это все тоже очень помогает, учитывается. Поэтому я вам тоже всем говорю спасибо. Лайк поставили? Спасибо. Возвращаемся к новостям. Яна Рудковская высказалась о дне рождения Мартина Киркурова. Недавно у него был день рождения, 12 лет. Ради этого события папочка Киркуров привез даже их из Дубая, чтобы они потусили и все такое прочее. Ну и в общем, о чем речь? Яна Рудковская рассказала, ну как там прошел праздник, что она ему дарила. И как она вообще относится к подаркам. Цитирую. Очень был красивый день рождения у Мартина. Интересный, тематический. Саша, мой сын, играл до 11 часов в футбол с Мартином и Арсением Аршавиным. И они не хотели расставаться. Я дарю всегда Луи Виттон. Пусть меня захейтят, пусть меня заклюют. Я не дарю фигню. Понятно? Яна Рудковская фигню не дарит только Луи Виттон. Только тяжелый люкс. А вы знали, что оливки снижают уровень сахара и помогают худеть? Вот еще вам одно исследование на сегодня. И все благодаря содержащейся в них эллиноловой кислоте. Именно она помогла похудеть мышам с диабетом и ожирением. По словам ученых, итоги эксперимента применимы и к людям. А я вот этого не знал. И, кстати, оливки я вообще не особо ем. Ну что ж, будем теперь наседать на оливке. Я уже вам рассказывал во вчерашнем видео о том, что Канни Вест приезжал в Москву. Там на один день потусил. В общем, уехал. Это было такое прям большое событие, которое, естественно, не обошло стороной многих. В том числе и Настю Ивлееву, которая посвятила ему посты и написала. Так, Канни, гость из Ближнего Востока, гуляющий по столице. Москва привлекает внимание даже в такое непростое время. Лучший город на планете. Чиназес. Потом дальше напишет. Ну и в России хорошо не только в Москве. Я вот третий год подряд тусуюсь в Суздале, который старше столицы и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот эти настроения Насти патриотические. Вдруг откуда ни возьмись после голой вечеринки. В общем, Настенька по-прежнему активно пытается всё делать, чтобы была замечена. Её такая патриотическая душа, что называется. Ну вот смотришь на реакции людей, которые на это всё смотрят, и понимаешь, что как-то не особо ей верят. Я уже говорил по этому поводу. Чем больше Ивлеева пытается выглядеть какой-то, я не знаю, воцерквённой монашкой, тем это всё кринжовее, смешнее и нелепее выглядит. Я бы даже сказал, смешнее убираем, просто это выглядит очень что-то непонятное. Знаете, смотришь и ты думаешь, что это, как это вообще попытаться осмыслить. Ну то есть, знаете, вот когда нет симбиоза, нет коннекта вот с тем, что Настя пишет, и то, какая Настя на самом деле. Вот нет, вы понимаете? Это всё равно, что я, например, человек, который там не люблю, я суши. Я буду стоять суши, держать в руках и рассказывать, какие они самые лучшие на планете. Ну это так, образно говоря, хотя это такой слабенький пример. Я бы что-нибудь другое привёл. Ну, короче, думаю, вы ему ход моих мыслей поняли. Такая жара, что просто тормозная жидкость ещё с утра. Ух, работаем. Хлоя Кардашьян отметила свой 40-летний юбилей тематической вечеринкой в стиле ковбойского салона. Стриптизёрши. Именные коктейли исключительно на водке или текилы от сестрички Кэндалджен. Сноуп Дог, как обычно, со своим вот этим, ну вы поняли, да, и золотым микрофоном на сцене. Ну и тверк именинницы у праздничного торта. Ну и если ваша вечеринка не похожа на эту, как говорится, то значит мы к вам не идём. Ну круто, молодец, отрывается как надо. Я смотрю прям Алсу, её прям понесло. Она, наверное, накипела, наболела. Она прям остановиться не может и всё мочит и мочит, и то решит. Она ещё один пост ей посвятила, написала, ждём слёзное интервью с оправданиями и историями непроработанных детских травм. Ну вы поняли, да? То есть она ждёт какое-то интервью от Анастасии Решетовой на волне вот этого всего хайпа, такого плохого, грязного хайпа. Если кто-то вдруг не в курсе или пропустил, я напомню, Алсу разводится со своим мужем Абрамовым, который изменял ей не только с Решетовой, но и с Решетовой в том числе. Алсу об этом знала и, в общем, она молчала. Всегда держала лицо, что называется, грязь из избы не вытаскивала. Но вот сейчас её уже просто, видимо, настолько по-женски это обидела, что она прям молчать не стала. Она уже неоднократно, несколько раз назвала, прости господи, прям так и назвала Анастасию Решетову. Ну а вот теперь говорит, сейчас она ещё побежит плакаться на какое-нибудь интервью и рассказывает, что там какие-то травмы не проработаны. Ребята, девчата, вы на чьей стороне? На стороне Алсу или на стороне Анастасии Решетовой, как вы считаете? Или у вас вообще своя точка зрения? Высказывайте, пожалуйста. Компания Samsung вводит 64-часовую рабочую неделю. Другими словами, айтишникам придётся работать по 13 часов в сутки, 5 дней в неделю или вообще без выходных по 8 часов. Компания просит разрешения на эти изменения у властей Южной Кореи. Но местные СМИ говорят, что это показуха, некоторые команды уже работают по новому графику. Я не знаю, что это такое у них, что это за крепостное право. Я против. Вы что, 7 дней в неделю по 8 часов? А когда отдыхать вообще, когда жить? Скажите, пожалуйста, совсем что ли? Джамала недавно была на одном светском мероприятии, в котором она взяла слово и рассказала, что конкретно произошло с домом её родителей. В котором она родилась. Ну, в общем, вы знаете, что она самородом из Крыма. Естественно, она там находиться не может. И вот она сказала, что её дом у неё забрали власти Крыма. И они отдадут этот дом для военных из России. И вот, собственно, под что будет использоваться дом родительский Джамалы. Она об этом рассказывала с такой болью, конечно же, чувствовалась. Ну, вообщем, вот так вот. А певица Ирина Федишин привезла из тура по Америке более 50 автомобилей для The Soul. Она, будучи в положении, объездила 25 городов Америки и Канады для того, чтобы собрать средства на помощь военным The Soul. Она поделилась кадрами. В общем, как это всё выглядит, вы можете тоже увидеть. Вот так вот Ирина Федишин съездила в тур. Ирина Федишин помогла бойцам The Soul. Я всё время забывал эту новость вам рассказать. Ну, она не так давно появилась, но я должен был её, оказывается, пару дней назад рассказать. И всё, она мне куда-то пропадала. Но вот я до неё добрался. Тут дело в том, что Екатерина Варнава недавно рассказала, что у неё есть проблемы с алкоголем. Вот. Она располнила на 25 килограмм, сидела на антидепрессантах. В общем, когда перестала их принимать, пристрастилась к выпивке. И, в общем, вы поняли, да, у неё есть некие проблемы, с которыми она борется. Вот как она об этом говорит. В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений. Физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту. Эмоциональные качели и бытовой алкоголизм. Бытовой алкоголизм. Она этого даже не скрывает. А вы знаете, я вот как-то подозревал, что она подбухивает. Но я понимал, что это не просто желание там выпить. Это попытка уйти как-то вот эту всю боль. Знаете, приглушить. Оказывается, я был прав. Но я надеюсь, что она справится с этим. Ну, в общем, как обычно, знаете, это начинается с бокала вина для хорошего сна или релакса. А потом этот бокал увеличивается. И ты уже сам этого не замечаешь. Певица Кола недавно сообщила, что на ее очередную премьеру «Цилу» Песня направлена какая-то атака ботов, которая препятствует синглу «Попасть в тренды». Такая ситуация с премьерой. Кола уже не впервые, но в этот раз Кола обещает установить, кто это делает и обнародовать эту информацию. Похоже, что история только начинается. Я не знаю, кто это делает, но, в общем, ей всячески препятствуют. Ирина Биллок ее, кстати, поддержала. Попросила всех своих поклонников поддержать певицу Колу для того, чтобы она могла как-то продвигать свой сингл. Ужасно, что так происходит, ребята. Как вы думаете, кто это делает? Ваша версия. Я думаю, что на этом на сегодня достаточно. Хватит основных новостей. Будет еще рубрика «Добра». Потом еще немного поболтаем. У меня тем временем выключили свет. Не расходитесь. Перед тем, как перейдем к хорошему, прекрасному. Ребята, попрошу вас, пожалуйста, поставьте лайк, сердечек, подбайк этому видео. Это все одно и то же. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще этого не сделали. Рекомендуйте всем своим друзьям, знакомым. Я вам буду искренне всем благодарен. Это тоже, кстати, очень хорошая помощь для всех вас. Я знаю, что многие там маму, папу, брата, мужа, еще кто кого, короче, подсадил на мой канал. Это хорошая такая панацея. Не переживайте. Ничего не будет плохого. Никому не наврежу. Поэтому, ребят, я вам всем благодарен за вашу помощь. Всем-всем-всем без исключения. Особенно спонсорам за то, что находите возможность даже поддерживать финансово в такое непростое время. Дякую. Ну и надеюсь, что вы подписаны на мой канал. Ну а теперь вырываемся в рубрику «Добра». Погнали. Начну я с такой замечательной истории о том, как неравнодушные люди спасли трех маленьких барсучат. Их мама неизвестно где. Ну и, в общем, они были одни. Конечно же, они не могут в таком возрасте юном находиться без мамы. Поэтому люди забрали их, передали в надежные профессиональные руки. С ними будет все прекрасно. Посмотрите на какие они милые создания. В общем, барсучата в надежных руках пройдут. Немножечко курс реабилитации подрастут. И потом вернутся в дикую природу. Ну а здесь вы сами все видите. У нас спасательная операция хвостика. Причем такая масштабная мужчина. Вот сам полез. В общем, все прошло удачно. Наши животные, конечно, умеют нам иногда создавать проблемы. Но самое главное, что мы их все равно за это любим и никогда в беде не бросим. Потому что это наши роднулечки. Ну а здесь уже, конечно, спасать пришлось малыша, который вот просто жил на улице. Его случайно заметили люди. Такое вот маленькое пушистое создание. Ну совсем крошечное еще. Но слава богу, что он нашел правильных людей. Повстречал, скажем так, в своей жизни. И сейчас его жизнь уже изменилась в лучшую сторону. С ним все хорошо. Он уже не живет на улице. Это восторг. Людям, как всегда, браво. Ну а здесь у нас просто. Вы только посмотрите. Это наша рубрика фото дня. Котоконтролер. Но мимо такого контролера вам вот так просто пройти и не оплатить не удастся. Потому что он следит за порядком. Обожаю. Ну и напоследок хочется, знаете, с вами поделиться чем-то таким хорошим, позитивненьким. Как вся наша рубрика добра. Дело в том, что совсем недавно, по-моему, позавчера, был такой праздник. Называется праздник объятий. Если вы вдруг не знали. Вот. Он уже прошел, а я только вспомнил, узнал об этом. Но это не важно. Но в честь этого праздника я вот хочу вам показать подборку наших прекрасных животных. Настоящий, это не искусственный интеллект. Это настоящие наши братья меньшие, которые показывают, как это должно выглядеть. Посмотрите на эти искренние, настоящие объятия. Так что у вас будет прекрасный повод обнять всех своих родных и близких. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Праздник можно отмечать еще долго. И вообще, я считаю, что праздник объятий должен быть каждый день. Согласны вы со мной? На этом рубрика Добра на сегодня все. Но вы не уходите, еще немного поболтаем. Как вовремя, я практически успел дозаписать видео. И свет в этот момент выключили. Такой, фух, отлично. Но самое главное, что мне не шумела дрель. Я такой, вау, классно. Вот это вообще подарок с небес. Ой, сижу прям вообще. Мне так жарко. Ужасно. Прям очень-очень жарко. А теперь хочется дождя. Да, прям хочется дождя. Летом хочется дождя, а осенью хочется тепла и солнца. Вот такая вот моя людская натура. Но я сегодня не об этом. Я, слушайте, немного удивился в нашем домовом чате. Там каждый день какие-то новые истории. А так как, когда света нету, ты особо ничего не можешь делать. Я иногда могу зайти теперь почитать, что там вообще происходит. Что еще нового они там выясняют. Нет, ни генератор, ни мусор, ни парковки. Это все такое. Это все уже заезженные темы, на которые я даже не реагирую. Я был удивлен. Значит, все началось с того, что кто-то написал, кому-то мешает собака, которую рано выгуливают. Она там что-то гавкает. И всех будет. Я не знаю, что там за собака. Шпиц, по-моему. Ну, в общем, гавкает, мешает спать и так далее, и тому подобное. Ну и, в общем, началась эта история. Кто за собак, кто против. Думаю, о боже мой. И там просто кошмар какой-то начался, если честно. Это, видимо, жара так на людей действует. Я хочу в это верить. Я хочу просто списать все это на жару. Потому что если они реально такие, какие они есть, как вот это вот они все пишут, то ужас и кошмар. Это печально. Кто-то предложил идею. Значит, он сказал, что сделайте как в Швейцарии и в Норвегии. Там собакам подрезают голосовые связки. Ну и владелицу собаки подорвало. Она начала еще агрессивнее писать. Вы живодеры, там, конченые, все такое прочее. Вообще, что вы несете? Вы своим детям подрезаете тогда, если на то пошло голосовые связки. Боже, там такое началось. Ребята, это ужас. Ну ладно, это я уже не буду отвечать за их там какие-то поведения. Поведение — это ладно. Я просто, если честно, впервые об этом услышал. Я не знал о такой вообще опции, что она существует. Я не знаю, как это комментировать. Люди, которые живут в Норвегии, Швеции, в Швейцарии, по-моему, у вас реально есть такая опция. И ей практически все пользуются. То есть это как у нас там, получается, как это котиков и собачек, да, там стерилизуют. А у вас, помимо стерилизации, можно еще, как это получается, как в мультике с русалочкой, забрать голос. Только это, я так понимаю, не очень приятная процедура. Поскольку само название «подрезать голосовые связки» уже как-то меня настораживает, если честно. Я понимаю, что в каждой стране своя культура, свои традиции. Мы с вами прекрасно знаем, что в некоторых странах собачек, к сожалению, сами знаете, и поедали. Надеюсь, этого уже нет. Но я об этом никогда не знал. Я был удивлен. Оказывается, мне такие говорят, а что вас удивляет? Я же просто спросил, я говорю, чего-чего? Я говорю, это какая-то шутка или что? Мне говорят, нет, посмотрите, вот. Я думаю, зачем я буду смотреть? Я просто спрошу у своих прекрасных зрителей. Я знаю, что точно кто-то из Норвегии и Швейцарии меня смотрит. Скажите, пожалуйста, у вас правда есть такая опция для животных? И насколько она обязательна? Сколько она популярна? И насколько она болезненна для животных? Все-таки я против этого. Я считаю, что животные, ну вот они такие родились. И что теперь им делать? Вообще, мне кажется, люди просто стали очень раздраженные из-за того, что два с половиной года идет эта чертовая кровавая война, как вы понимаете. Плюс сейчас жара еще, отключение света. И это все в совокупности, усталость. Это так накатывает на людей, что они, я смотрю, прям вот кидаются друг на друга. Я это даже вижу по своим знакомым, поэтому я уже достаточно долгое время вообще ни с кем не вижу, ни с кем не общаюсь, поскольку я, так знаете, избегаю любого контакта личного. Потому что я прям вижу, как крыша едет у многих. Я не знаю, к чему это может привести, поэтому я так, знаете, ушел в себя, вернусь не скоро. Ну, по крайней мере, когда немного все утихнет у людей в голове в первую очередь. Я понимаю, все оправдано, это нормально. Ну, в смысле, это не нормально то, что люди себя так ведут, но я понимаю, почему они так себя ведут. Потому что я же тоже человек, я же тоже это все испытываю. Но местами все-таки, мне кажется, иногда нужно все же думать. Короче, там такое понеслось в этом чате. Я уже, конечно, вышел, я вот это вот сидел, думал про эту процедуру. И что-то я не понимаю, как к ней относиться. Но я больше негативно к ней отношусь. Как-то я бы не смог такое сделать со своей собачкой. Ну вот, если она от природы родилась, чтобы лаять. Ну что ж теперь делать? Короче, жду ваших комментариев. Ну и, конечно, вашего мнения, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что собачкам нужно вот эти голосовые связки чик-чик делать, чтобы они не мешали всем вокруг? Вообще, я думаю, знаете что? Вот мне рассказывала подруга, которая в Канаде живет. Она говорила, что у них есть там какие-то комплексы, где живут только там, образно говоря, без детей. Где живут только с детьми, где живут с животными, где без животных. То есть, поняли? Такое вот разделение, кружок по интересам я это называю. Мне кажется, это было бы очень круто, если бы у нас так же было. Если просто есть люди, ну, давайте будем честны, есть люди, которые не очень любят животных. Либо там любят кошечек, либо собачек. Допустим, у кого-то там нет либо животных, либо коты, их раздражают собаки. Я это часто замечаю. Как они гавкают, там, воняют и так далее. Я это видел. Для меня вообще-то странно. Ну, то есть, я не разделяю это. Я одинаково люблю и собак, и кошек, и вообще животных. Ну, а как это? Мне кажется, это странно. Это все равно, что там, не знаю. Ну, сравнение, наверное, сейчас я хотел привести не очень правильное. Но, тем не менее, мне кажется, если ты просто любишь животных, ты либо их любишь, либо не можешь любить вообще. Вот это выборочно как-то любить, мне что-то непонятно. Ну, может, это я что-то не догоняю. Короче, вот так. Я это к тому, что было бы очень хорошо, если бы у нас так же было. Тогда бы, наверное, люди перестали бы ругаться. Вот так, живешь в комплексе или в доме, где все любители животных. Все, все счастливы. Никто не будет никому ничего говорить, потому что у каждого живет дома собачка или котик. Все. А вот тут ЖК у нас, допустим, где нет животных, и тоже все счастливы. Никто никому не мешает. Короче, я так понял, жаришка плохо действует на всех, плюс отключение света и война. Но мы держимся, мы держимся, потому что по-другому никак нельзя. Я вот уже сейчас сижу просто, с меня льется, но тем не менее, я все равно улыбаюсь. Я улыбаюсь вам и этому миру, ребята, потому что, несмотря ни на что, по-другому никак. Всех, у кого сегодня день рождения, именины, я поздравляю с вашим днем и желаю вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы, будьте любимы, желанны, счастливы, успешны. Пусть рядом вас окружают самые лучшие люди. Здоровье, чтобы вас и ваших близких никогда не подводило. Всем нам с вами мирного неба над головой. Берегите себя, остаемся людьми, это очень важно, очень-очень важно. До завтра, пока-пока.